Как ослабление административных барьеров влияет на жизнь предпринимателей и потребителей, расскажет старший прокурор управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Наталья Казакова. Считается, что развитию малого и среднего предпринимательства в России мешают два вида барьеров. Это коррупция и, собственно, административные барьеры. О преодолении последних мы и поговорим сегодня с гостем нашей студии, старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Натальей Казаковой. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. В прошлом году прокуроры предотвратили массу внеплановых проверок хозяйствующих субъектов со стороны контролирующих органов. Как часто и по каким основаниям прокуроры отказывали в согласновании таких проверок? Хотела бы сказать, что полномочиями по согласованию внеплановых выездных проверок обладают органы прокуратуры субъектов и, соответственно, городские районы прокуратуры. За 2011 год более тысячи неплановых выездных проверок были не согласованы прокурорскими работниками. Соответственно, это 34% от общего числа рассмотренных заявлений. В качестве оснований для отказа в проведении проверки в отношении хозяйствующего субъекта, ну, прежде всем, это не соотношение объекта проверки юридическому лицу, которое планировалось проверить. Грубо говоря, здание, которое хотели бы проверить органы контроля, не относится к конкретному юридическому лицу. Либо просто заявление не содержит сведений об угрозе причинения жизни здоровья. Пример банальный. Один контролирующий орган планировал провести внеплановую выездную проверку в отношении предпринимателя, который занимался розничной продажей семян, на основании заявления гражданки, у которой в течение трех месяцев не было всходов семян. Конечно же, такая проверка была не согласована и не допущена. Зачастую контролирующие органы допускают нарушения уже в ходе проверок того или иного хозяйствующего субъекта. Что это за нарушения и чем они чреваты для контролирующего органа? Нарушения разноплановые, но однотипные. Прежде всего, это ненадлежащее оформление организационных документов на проведение проверку. Есть требования к содержанию распоряжения на проведение проверку, как плановую, так и внепланную. Что необходимо здесь знать? То, что проверка проводится теми должностными лицами, которые прямо указаны в распоряжениях. Нельзя допускать к проведению проверки лицо, которое является сотрудником органа контроля, но не указано в распоряжении. Соответственно, какие-либо внештатные сотрудники, как мы пресекали такие факты, которые привлекались к проверке, как потом в последующем указывают, что сами и проводили проверку без привлечения должностных лиц, которые в силу распоряжения должны были это выполнить. Кроме того, распоряжение о проведении проверки, как в плановой, так и внеплановой, должно подписываться руководителем органа контроля, либо его заместителем. Прокурорами пресекались факты, когда такие проверки были инициированы и подписаны должностным лицом контролирующего органа, но на основании доверенности, выданной министром или другим должностным лицом. Такие проверки недействительны. Кроме того, акт о результатах проверки должен вручаться непосредственно в день ее совершения, то есть не через 10-15 дней, через 20, а непосредственно в день совершения. И, соответственно, предусмотрен законом порядок вручения этого акта. То есть это самые, наверное, основные нарушения. Нарушение сроков проверок, нарушение порядка уведомления о предстоящей проверке. Это все, что допускают органы власти, независимо от уровня, как на местном уровне, на региональном, так и территориальном подразделении федеральных органов исполнительной власти. Несоблюдение этих требований, чревато для контролирующих органов. Несоблюдение этих требований, призная недействительных их результатов. И перечень грубых нарушений, которые могут повлечь недействительность результатов проверки, они прямо предусмотрены в законе. Ну и предусмотрены административно. Да, хотелось бы отметить, что у нас существует самый такой, наиболее применяемый способ привлечения должностных лиц к административной ответственности за ненаправление акта проверки, за проведение проверки без законных к тому оснований, либо проведение проверки внеплановой, без согласования с прокурором, когда такое согласование требуется. Но это самые распространенные случаи привлечения к ответственности, к административной. Скажите, а законно ли возложение на проверяемых обеспечить проверяющих необходимыми условиями, в том числе канцелярскими товарами, питанием, транспортом, другими услугами? Да, такие факты в текущем году пресекались с органами прокуратуры. Были факты, когда непосредственно в распоряжениях было указано, что рекомендовать проверяемых организовать встречу проверяющих, разместить его в госинницу и обеспечить на период проверки услугами связи и транспортом. В ряде субъектов, входящих в уральский федеральный округ, такие требования прямо содержались в нормативных правовых актах. В последующем все эти противоправные действия были оспорены. У нас существует в законе принцип недопустимости возложения на юридических лиц, обязанность по финансированию мероприятий по контролю. То есть это прямо предусмотрено законом. Я знаю, что требования 293-го закона нарушают и окружные контролирующие структуры. В частности, Вами был выявлен факт, когда окружное управление Ростехнадзора не провело проверки тех субъектов, которые планировали провести в 2011 году. Что это за ситуация, как она разрешилась? Да. В текущем году мы проводим мониторинг исполнения плановых мероприятий. План, который ежегодно поформируют органы прокуратуры и размещены на сайте Генеральной прокуратуры РФ, в текущем году, как и в прошедшем, мы отслеживаем. Соответственно, когда подводились итоги за течение 2011 года, мы смотрели, как часто они проводят проверки, соблюдаются ли сроки. Выявили, что 30 проверок в отношении хозяйствующих субъектов не обосновано. Без каких-либо причин просто самоустранились органы контроля, должностные лица и не провели. Но это не относится к объектам розничной торговли. Это объекты хозяйствующие, которые эксплуатируют в своей деятельности опасные промышленные объекты. Их деятельность связана с использованием взрывчатых веществ, природного газа, аммиака и трактила. И, соответственно, соблюдение законодательства в сфере промышленной безопасности на этих производственных объектах влияет на дальнейшее благополучие как работников предприятия, но и недопустимое создание аварийных ситуаций в целом в регионе. Поэтому мы посчитали, что это не исполнением органа контроля, его функции по предупреждению и пресечению правонарушений в таком направлении важном, как промышленная безопасность. Кроме того, это прямо предусмотрено как обязанность органа контроля выявлять и пресекать нарушения в соответствующей сфере. Кто понес наказание? По результатам проверки были выявлены и другие нарушения законодательства государственного контроля. Нами было подготовлено представление. Заместителем генерального прокурора было внесено руководителю Уральского управления Ростехнадзора, по которому было 14 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководителем федеральной службы Ростехнадзора заместитель окружного подразделения был привлечен также в дисциплинарной ответственности. Наталья Владимировна, расскажите нашим телезрителям кратко о том, какие еще контролирующие структуры, помимо Ростехнадзора, входят в предмет надзорной деятельности Управления Генпрокуратуры. Управление Генеральной прокуратуры шляет надзор за исполнением законодательства в наиболее крупных окружных подразделениях. Это прежде всего Уральское управление Ростехнадзора, Управление Межрегиональное Рослакогорегулирование, соответственно, подразделение Ростандарта, Ространснадзора, Росприроднадзора, Департамент. Это все органы власти, которые поднадзорны Управлению Генеральной прокуратуры. Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства – это тоже наша компетенция. То есть это те органы, которые проверяют Управление Генеральной прокуратуры, ну и, соответственно, оценивают на соответствии требования действующего законодательства. Мы начали наш разговор с необходимости снижения уровня вмешательства административных органов в деятельность хозяйствующих субъектов. А не возникает ли здесь обратная ситуация? Чем меньше проверяют то или иное предприятие, тем больше нарушений в итоге получается. Отсюда возможны вспышки инфекционных заболеваний, я имею в виду предприятия общепита. Как вот здесь устанавливается равенство? Ну, здесь прежде всего задача прокуратуры – это обеспечить соблюдение Конституции, исполнение законодательства, независимо от сферы. И, соответственно, соотносить объем нагрузки на бизнес и, соответственно, ставить в вину им, что допускаются нарушения, я считаю, это неправильно. У нас принцип добросовенности хозяйствующих субъектов, он прямо прописан в законе. То есть мы не можем подозревать каждого в совершении правонарушений. Но обязанность соблюдать закон – это то, с чего должен начинаться любой бизнес. Построить его так, чтобы меньше было претензий со стороны контролирующих органов, ну и, соответственно, каких-либо нарушений в той сфере, в которой организовано дело. Спасибо, Наталья Владимировна, что пришли в нашу студию. Интересно рассказали о таких важных вопросах.